всем привет привет у нас новый влог я присела с самого утра белка по магазинам завтра варит день рождения вот и мы решили на этот раз не ехать в заманию во первых сейчас такая погода просто рассадник болячек я не знаю вот василиса у нас еще подкашливает только-только вот начала более-менее посидела дома несколько дней давал ей дышать вот сейчас упаковываю подарки и имя нужны сейчас потому что мне уже прямо через через пять минут бежать заварить все на огонь и бумажку но ничего страшного года скоро уже и так понравились эти лисички просто и такая бумага просто клейником хлопушки взяли хотим на улице я сейчас взяла потому что василиса у нас на даче во вкус вилле кушать уже дома нечего пустой холодильник у нас на первый раз такое но я специально как бы его подчистила чтобы мы уехали на дачу ничего не пропало да пускай варюшка сюда поближе посадите и она же о это мы сейчас мы запросим два три а я ее сломал С днём рождения тебя, с днём рождения тебя, с днём рождения, наша Варя, с днём рождения тебя. Ура! Давайте все вместе. Подожди, подожди, Варя ещё не загадала желание. Тихо, когда скажешь, раз, два, три, тогда задуйте. Аня, поверишь? Раз, два, три. Ё-моё! Собила, сапала, там в клоннике школа живёшь, Завершилась чела, детка в шадига, Всё пошло и уже не вернёшься. И, натошки, теперь мы пирогашки, И, натошки, наобъедяйся, Челошечка, Конечно. Остались в садике. Мам, давай. Ребёнок заснул с телефоном. Телефон забрали, а рука осталась. Я, наверное, никогда не продолжу снимать, если не буду снимать, всё подряд. Мам, никакая ложечка. Мы только пришли из сада. Маките. Какая потрясающая. Слушай, прям в виде единорожки. А мы пили шу. Да, Василисе дали роль зайчика в... Где? В новогодний этой. В конкурсе. А это Варе подарили в школьный день рождения. Ой, вы прям похожи. Вот, сейчас, значит, разбираю сумки. Ходили с Варей в поликлинику, потом по магазинам. Купили всё для поделки в сад. Надо нам, Василисе, сделать поделку сегодня-завтра. В общем, на даче опять мы ничего так толком не поснимали, потому что, ну, не до этого там было. В общем, было весело, было супер. И снимать как-то в такие моменты, ну, не знаю, вроде хочется, а вроде как бы хочется поучаствовать именно в том, что происходит именно в этот момент на даче. Зима у нас была ровно... Сколько за полтора дня? Василиса, иди сюда. Василиса! Варя говорит, а почему, говорит, каждый день всё темнее и темнее? А мне холодно. Я говорю, зима. Давай, мне холодно. Мне холодно, мама. Ну, Боже, что надо делать? Вчера Василисе говорила, Василиса, пошли делать поделку в садик, нужно поделку. Она мне говорит, ну, ты сама делай, я не умею. Вот. Эти ёлочки я ещё не приклеила. Делала их на конусе с клеем ПВА, просто нитки обматывала. И я их хочу прям снегом в белый цвет покрасить, вот, ну, как крышу. Это я просто пробовала. Так что вот такая вот у нас в садик поделка в этом году. Вот. Я, кстати, под ёлочку, не помню, показывала, по-моему, нет, положила подарочки. Ну, это не подарочки, это муляж. То есть, чтобы не закрывать чем-то, надо, кстати, оттуда вот эту мишуру мне белую убрать. Она мне вообще не нравится. И хочу ещё парочку, парочку завернуть. По-моему, очень клёво смотрится. Всё, доделывали. Доделали ему поделку. Вот этот снег вчера купил Макс в фикс-прайсе. И он прям жёлтого-жёлтого цвета. Я так расстроилась и нашла. Вот этот у меня с прошлого года оставался. А вот им сверху побрызгало, вроде вот эта жёлтизна перекрылась. Мне не хотело так много. Пришлось. У меня, по-моему, ни видео не обходится без какой-то ужасной новости. Ну, не, столько, конечно, ужасное. Сейчас ходили в фикс-прайсе. Варе там, оказывается, нужно тоже поделку в школу делать. И у нас прям наверху в фикс-прайсе находится Дикси. Каждый раз я зарекаю, что не заходить. Вообще даже не заглядывая туда. Девочки попросили пончики. Зашли. Василиса выбрала себе пончик. И Варя выбрала. И, подходя к касте, я увидела то, что на пончике написано упакован, значит, изготовлено сегодня. То бишь, какое сегодня у нас? Десятое. Десятое декабря. А смотрю на упаковку самого пончика. Там написано восемнадцатое десятое. Десятое. То есть пончику без недели два месяца. Это хорошо, что я его просто потрогала вот по сравнению с другим. Что тот мягкий, а этот как-то не очень. Ну что вы думаете, я вызвала администратора. Она говорит, да это просто, наверное, упаковка там старая. Я говорю, ну, может, вы его попробуете, раскусите? В общем, каждый раз мы заходим в Дикси, каждый раз там какая-то хрень происходит. Просто я ненавижу этот магазин. Я не знаю, может быть, он у нас единственный такой в нашем округе. Может быть, кому-то везет. Как вам вообще Дикси? Как вам другие магазины? Может быть, кто-то действительно сталкивался с какими-то там просрочками. Мы один раз так взяли в перекрестке. Я, по-моему, тоже как-то показывала, что просто сверху вот этой вот белой, да, где написано дата, вес там, просто сверху наклеили, не парясь с сегодняшнюю дату, и я открыла, там такой тухляк. Просто вот тухлятина, я не знаю, тухлятин. Я тогда не стала относить, потому что и чека, по-моему, не было, и как бы далеко идти. А тут я не стала этот пончик покупать. Она говорит, я вам могу деньги вернуть. Я говорю, засуньте их себе. Я говорю, я его не брала. Я говорю, я вот взяла вам показать. Вот. И никто не виноват. Нам такие со склада привозят. Так что вот имейте в виду, смотрите на даты всегда. И напишите, правда, мне очень интересно, потому что я вот, я магнит не люблю. Я не люблю и ненавижу Дикси. Мне кажется, все вот такие сетевые магазины стали просто охеревать. По-другому не скажешь. У меня эмоции просто через край. Говорю, это взял ребенок. То есть, если бы я не посмотрела, она бы его открыла и съела бы, да. Там неизвестно, что бы было. А я бы и не поняла. Там, ну, как можно с пончика отравиться? А там, то есть, ну, глазурь, ну, донат, знаете. Там внутри еще начиночка бывает. Два месяца. Вот наши покупки из фикс-прайса. Я уже не хочу, если честно, заморачиваться, делать там какие-то, как я Василисе делала в садик. Я думаю, что у нас просто есть такой венок зеленый. Мы вот эти штучки вплетем в венок, там еще что-нибудь повесим. Кстати, вот все обсыпалось, пока мы донесли до дома. Очень жаль. 55 рублей такие штучки, кстати, ну, симпатичные. Шишечки вот там настоящие. Моя любимая эти семочка-веревочка. Страдочки варюшки купили. Последние красивые выбирали в школу. Вот, ну и, собственно, все, наверное, да. Будем заканчивать. А вот, я еще вчера розочки привезли. Красивые. Давай скажем всем пока. Я мандарин хочу. Ну, съешь. Всем пока. Пока.